Здравствуйте, уважаемые выпускники! Мы продолжаем благодаря любезно предоставленной возможности Инсид ТВ серию консультаций для выпускников школ города, которые в формате ЕГЭ сдают экзамен по истории. Прошло уже три, это четвертая консультация, и на прошлой консультации я говорил о развитии европейской истории по тем проблемам французской революции, наполеоновских войн, развития мира в 20 веке, западного мира, по которым могут быть вопросы. И дошли до периода Второй мировой войны. Давайте мы сейчас поговорим на эту большую тему. Почему? Потому что, учитывая то, что юбилей 75-летия Великой Отечественной войны, победы, значит, будут обязательно вопросы по войне, причем вопросы самые неожиданные. Я на одной из, на первой консультации говорил, что вы не только знаете имена наших советских полководцев, но и знаете их портреты, посмотрите, потому что вам могут дать фотографии их, и вы должны будете обозначить, где Жуков, где Рокоссовский, где Василевский, где Мерецков, где Еременко, где Конев, где Толбухин, где Черняховский, где Ватутин и так далее. Вам надо это знать, потому что авторы, которые составляют тесты, так и хотят поставить выпускника в трудное положение. Значит, 20 век, благодаря монополистическому агрессивному капиталу, привел мир к двум мировым войнам. Первая мировая война, это была война между странами Антанты, Англии и Франции, к которой присоединилась Россия, зависимая от капиталов западных стран, и английского, и бельгийского, и французского капиталов, против Германии и ее союзников. Австро-Венгрии, Болгарии, Румынии, Болгарии, Румынии нет, Румыния, в Контанте потом примкнула. Турция, вот четверной блок. Эта война закончилась тем, она у нас недостаточно исследовалась в советское время, потому что в основном Великой Отечественной войне выделяли все это. Но эта война не привела к разрешению противоречий. Она началась между Германией и в основном Францией и Англией за передел уже поделенного мира. Англия, Франция урегулировали свои взаимные претензии друг к другу, выступили единым фронтом, Россия присоединилась. Причем ход военных действий, я только кратко скажу, ход военных действий был следующий. Значит, немцы осуществили план Шлиффена, они не стали штурмовать французскую укрепленную линию Можино, а нарушив нейтралитет Бельгии прошли через Бельгию на территорию Франции, где укрепленной границы не было, потому что французы не думали, что германцы так варварски нападут на нейтральную страну. И стали наступать на Париж. И французское правительство, и английское, чтобы предотвратить захват Парижа, обратились к русскому правительству, что срочно начните наступление. Мы готовы не были, но чтобы спасти Париж, наша первая армия под командованием генерала Ренинкамфа и вторая армия под командованием генерала Самсонова вторглась в Восточную Пруссию. И в районе Мазурских озер будущий президент Германии, будущий фельдмаршал Гинденбург, наголову разбил армию Самсонова. Армия Ренинкамфа отступила. Наши армии погибли. Но немцы вынуждены перебросить были с Западного фронта, часть дивизии, на направление Востока. И таким образом Париж был спасен. Потом фронт стабилизировался, и русские вынуждены были в 15-м году, в 14-м году вот этот разгром в районе Мазурских озер нашей армии состоялся. А в 15-м году немцы перенесли основной удар не против Франции, а против России. Это был год очень неудачный для нас, год великих бедствий, когда немцы успешно наступали против русских, захватывали русские территории, и русские просто беженцы уходили с тех территорий. Ну, как-то, в общем, неудачно, но воевали. Что касается 16-го года, то здесь фронт стабильный был, причем получилось так, что русские даже в Галиции разгромили Австро-Венгрию, так называемый, прорыв Брусилова, генерала Брусилова. Но немцы пришли на выручку австрийцам и венграм и остановили русские армии. Ну, в 16-м году, в общем-то, уже дело шло к кризису в воюющих странах, и в Германии к кризису, и особенно у нас дело шло к кризису. А в 17-м году мы вышли из войны, уже произошла Октябрьская революция. Правда, формально мир еще не был заключен, хотя декрет о мире был опубликован, и мы сумели официально выйти из войны только в период Брестского мира. После этого началась Гражданская война, и я вам должен сказать, почему в годы Гражданской войны значительная часть интеллигенции, патриотически настроенных офицеров была в Белом движении. Ведь Белое движение – это не только злодеи, это была интеллигенция, которая была убеждена, что большевики являются предателями. Почему? Они пошли на заключение Брестского мира и отдали значительную часть территории немцам, чтобы сохранить советскую власть, что якобы они предали Россию. Они просто не разобрались, что большевики потом только сумели вернуть распавшуюся Россию. Она же так распалась, как Советский Союз на такие же части. Все стали независимыми территориями, и большевики смогли их объединить в единое государство. Но, будучи патриотами, они считали, что Брестский мир является предательством, поэтому оказались в Белом движении, к сожалению. И потом поняли свою ошибку, и некоторые потом… Такие, как, например, Говоров, который служил в армии Колчака, потом маршал Советского Союза был, значит, прославил себя в годы войны. Это вот что касается, почему после выхода России из войны в Белом движении оказалось очень много интеллигенции, патриотов и порядочных людей, к сожалению, произошло. Но в результате Первой мировой войны Англия и Франция, несмотря на выход России из войны, сумели выиграть войну, и Германия должна была подписать капитуляцию. Но, понимаете, ни один вопрос противоречивый разрешен не был. В результате Первой мировой войны, в результате Версальского договора, затем Вашингтонских договоров по морским сооружениям, в результате вот этой Версальско-Вашингтонской системы, понимаете, противоречия между молодым щищником Германии, которая бурно развивалась, с одной стороны, и старыми колониальными державами Англии и Франции разрешены не было. И дело шло ко Второй мировой войне. Тем более, что Версальский договор был для Германии несправедливым, и Вторая мировая война началась практически через 20 лет, ну, 20 с небольшим лет. Значит, она началась в 1939 году, 21 год, да, с момента, значит, окончания Первой мировой войны прошло. И в какой-то мере сейчас историки рассматривают Вторую мировую войну как продолжение Первой мировой войны. Что-то одна мировая война, только разные ее этапы с переживом на 21 год. Теперь, что происходило в Германии? Это вам необходимо знать. Германия была унижена Версальским договором, платила репарации и так далее. И в Германии было очень большое недовольство условиями Версальского договора. И Германия стремилась восстановить свою национальную независимость. И вот в 1919 году образовалась в Германии партия, немецкая рабочая партия, в которой было всего несколько человек. Но в это время на политической арене появилась зловещая фигура – Адольф Гитлер. Если кто, ребята, не знает, подлинная фамилия Гитлера – Шикльгрубер. Он потом взял фамилию отчима. Фамилия отчима была Гидлер Д. Но коли фамилия Гитлер звучала по-еврейски, а Гитлер ненавидел лютых евреев и поставил задачи вывести их под корень, извести, то он переделал Д на Т. И чтобы это звучало в духе древнегерманских рыцарских саг – Адольф Гитлер. И вот этот молодой человек, который в годы войны прошел окопную жизнь, был ефрейтором, который храбро воевал, надо дать ему должное, который в конце войны ему было отравлено зрение отравляющими газами и притом, которые англичане применили. Первые немцы применили, потом англичане применили. Он с отравленными глазами попал в госпиталь. В это время война закончилась, была подписана капитуляция. Он был страшно поражен этим. И он решил заняться политической деятельностью. Он в эту рабочую партию, которая состояла из нескольких человек, вступил под номером 7. И вскоре он возглавил ее. Вскоре к этой партии присоединились другие партии. Партия, кстати, образовывалась в Мюнхене, в столице Баварии, в пивных, потому что баварцы любители пива. И вот в этих пивных, которые были рассчитаны даже огромные, на тысячи человек, они выполняли роль клубов. Там немцы собирались, пили пиво и спорили между собой о политике. Вот Гитлер избрал эти пивные для своих выступлений. Он был блестящий оратор. Он мог убедить толпу. Он умел разговаривать с капиталистами, не так, как с рабочими. С крестьянами, не так, как с дворянами, с помещиками. С солдатами, не так, как с офицерами. Он умел убеждать. Он прежде всего сам верил в то, что он говорит. И когда он верил в это, он заражал верой своей слушателей, он вскоре возглавил партию, которая получила название НСДАП, Национал-Социалистской рабочей партии Германии. Мы ее называем иногда фашистской партией, но ее правильно называть нацистской партией Германии. Он заявил, что он делает революцию в Германии, но национальную революцию. Он в Германии строит социализм, но в отличие от коммунистов, которых он ненавидит, он строит национальный социализм. Вот эта партия, когда она усиливала при поддержке капитала свою роль, но когда он, Гитлер, обещал всем все ограничить крупный капитал в пользу мелкого, мелким лавочникам и обещал уничтожить крупные магазины, он все обещал всем, он завоевывал голоса. И, наконец, когда в Германию усилилось коммунистическое движение, он провел встречу с заправилами германской экономики в Дюссельдорфе, в центре русского экономического района, стального сердца Германии, и сказал, дайте мне власть, дайте, я единственный человек, кто может остановить большевизм, кто может расправиться с большевизмом, и кто может расправиться с коммунистами в Германии. Почему? Потому что коммунистическое движение в Германии настолько усилило свою роль, что в революции 18-го года в Германии левые едва не пришли к власти. И крупная буржуизия поняла Гитлера. Она пошла, ему задали вопрос, а как же ваша пропаганда, что вы крупный капитал ограничите, что вы социализируете, что вы все сделаете для трудящихся и для мелкой буржуизии. Но он дал понять, что на выборах одно, так же, как у нас на выборах, которые приближаются, говорят одно, а придя к власти, начинают делать другое. И буржуизия в Германии финансировала Гитлера. Он пришел к власти и взял курс на развязывание Второй мировой войны, на ликвидацию пут Версальского договора. Потому что Германия не имела права иметь ни авиацию, ни бронетанковые соединения, ни крупный морской флот. Она могла иметь только силы Рейсвера, то есть небольшую стотысячную армию. И больше ничего. Он начал создавать свои вооруженные силы. Первый акт, вот обратите внимание, вот это может быть в заданиях. Какие основные этапы германской агрессии? Первое, что сделал Гитлер, он сделал это с глубинным страхом в душе. Вдруг Франция, не прости Гитлеру этот шаг, он ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону. По Версальскому договору между Германией и Францией должна была быть Рейнская такая зона, река Рейн, значит, в которую немцы не должны ввести свои войска. Чтобы они точно так же, как в Первой мировой войне, неожиданно по Франции не ударили. А французы, чтобы заметили, вот если Гитлер введется, и Германия введет свои войска в эту Рейнскую зону, значит, Германия готовится к атаке, чтобы французы быстро нанесли удар. И что такое Франция в то время? Почти миллионная армия Франции и 100 тысяч немецкой армии. Гитлер очень опасался, что если он вторгнется в Рейнскую область, войска введет, французы могут вышвырнуть их оттуда, как котят. Но он рискнул, он шел на риск. И французы проглотили эту пилюлю. Они не стали возражать. И Гитлер понял, что можно шантажировать западные страны, что они слабы в принятии решений, у них смелости нет. Они будут проглатывать одну пилюлю за другой, которую он им будет устраивать. Второй этап агрессии, ребята, это Австрия. Австрия, Австро-Венгерская империя распалась на несколько государств, в том числе самостоятельную Австрию и самостоятельную Венгрию. В Австрии живут немцы. Вот немцы, они немножко австрийские, не такие, как немцы-пруссаки. Пруссаки, эти солдафоны страшные, воины очень сильные. А австрийцы, это больше музыкальный народ, им бываешь танцевать. И вот когда, ну, это немцы, они говорят на немецком языке, южные немцы. И вот когда австрийцы держали наш фронт в годы военной на советско-германском фронте, то наши уже воины чувствовали, что здесь уже не стопроцентные немцы, как очень сильные воины, что здесь австрийцы, они послабее. Так вот, Гитлер решил провести аншлюз Австрии. Что такое аншлюз? Почему называется аншлюз? Аншлюз – это присоединение. Я считаю, говорил Гитлер, что задача германского правительства, и моя задача – всех немцев объединить в одном государстве. Они разбросаны. Была захвачена Австрия. Аншлюз – присоединена к Рейху. Дальше, дальше, а проглотили западные страны эту пилюлю. Дальше Гитлер не успокоился. Он решил шантажировать Чехословакию. Всё дело в том, что по Версальскому договору была создана после Первой мировой войны Чехословакия. А Чехия и Словакия раньше находили в состав Австро-Венгрии. И вот в этой Чехословакии западный район, то есть немцы Судетских гор, они Судетской области, они были, миллион с лишним жителей немцев проживало. И Гитлер потребовал от Чехословакии передать нам эту область, потому что жители хотят присоединиться к Германии, немецкое население. Чехи стали отказываться от этого, Чехи стали готовиться к войне. Мы сказали, что Чехам поможем, если Англия и Франция Чехам тоже помогут. Но причём Польша должна пропустить через свою территорию нашей армии, потому что у нас общей границы с Чехословакией ещё пока нет. Не было в то время. Ну, потом поляки, конечно, не разрешили нам это сделать, они побоялись, чтобы не было советской власти установленной. А западные страны, Гитлер их настолько шантажировал, настолько запугал, что они решили, давайте, Чимберлен, английский премьер-министр, которого постоянно критиковал Черчилль, Черчилль говорит, что нельзя Гитлеру идти на уступки, нельзя, надо воевать, надо не уступать. Но Чимберлен решил уступить. Давайте поверим Гитлеру, что это последняя его территориальная претензия. Давайте соберёмся на совещание в Мюнхене. И на это совещание прибыли Даладье, премьер Франции, Чимберлен, премьер Англии, и со стороны Германии Гитлер, и со стороны Италии Муссолини. Италия была в союзе с Германией. И на этом совещании присутствовали представители Чехословакии, но их в зал заседания не пустили. Они в приёмной ждали приговоры своей судьбы, их даже не выслушали. И Англия и Франция премьеры решили поверить, что это последнее территориальное требование Германии, и что таким образом предав Чехословакию, они привезут мир. И когда Чимберлен прилетел в Германию, он размахивая этим соглашением, когда вышел из самолёта, сказал, я привёз вам мир, на что Черчилль посмеялся. А Гитлер после этого совещания сказал о Чимберлене следующее. Сегодня этот старый дурак подписал смертельный приговор Британской империи, а дату приведения этого приговора в исполнение поставим мы. Гитлер быстро присоединил эту область, но он этим не ограничился. Он напал на Чехословакию, Чехию включил в состав германского рейха, Словакию сделал формально независимым государством, которое шло в союзе с Германией во Второй мировой войне. Что делать дальше? Дальше к власти приходит правительство Черчилля, которое является непримиримым противником Гитлера. Черчилль ненавидит коммунизм, но, как он говорил, я даже с чертом согласен заключить договор, потому что самой нечистой силой сейчас является Гитлер. Он непосредственно угрожает Британской империи. Гитлер стал готовиться к войне с Польшей. Там проходил по результатам Версальского договора узкий коридор выхода Польши к морю. Этот коридор проходил по территории Восточной Пруссии. Он Восточную Пруссию со столицей в Кёнигсберге несколько отделял, как у нас Калининградская область, она же отделена от основной части нашей территории, так и Восточная Пруссия была отделена от остальной Германии. Гитлер требует дайте нам экстерриториальные железные и автомобильные дороги, дайте нам проходить туда и так далее. В общем, стал вести агрессивную политику. И вот здесь уже Англия и Франция дали гарантии Польше, что мы не допустим, чтобы на вас Германия напала. И тогда Гитлер решил, как вот из этой ситуации выкрутиться, он решил заключить договор со Сталином. Он понимал, что если Сталин выступит на стороне Англии и Франции, на стороне Польши, то таким образом захватить просто так Польшу не удастся. Мы столкнемся с войной и с Англией и Францией, и в то же время столкнемся с войной с Россией. Поэтому Сталину было сделано предложение «Давайте заключим пакт на 10 лет о ненападении». А до этого в Москве шли переговоры между английской делегацией и французской военной делегацией и нашими воинами. Нашу воинскую делегацию возглавлял маршал Ворошилов, нарком обороны. Вот английский адмирал Дракс, который возглавлял английскую делегацию и вел переговоры вместе с французским генералом от имени своих стран. Он ничего не мог решить. Ему говорит Советский Союз, мы выставим там вот столько-то, 130 дивизий или сколько там дивизий. А он говорит, а мы 5-6 дивизий, у нас больше нет, у нас есть флот, мы только можем на море вести борьбу. То есть они ставили задачи втянуть Советский Союз один на один с Германией. Сталин понимал или что он если заключит мир, заключит мир, то он может вызвать недовольство в рядах коммунистического движения, потому что мы до сих пор вели пропаганду против фашизма в мировом коммунистическом движении. Ведь был же исполком Коминтерн и Коминтерн был, то есть объединение коммунистических партий других стран, всех стран в единую организацию, под руководством ВКПБ, то есть нашей коммунистической партии это было. Сталин это понимал, но он пришел к вот какому выводу. Если мы не заключим сейчас пакт о нападение из Германии мы еще недостаточно подготовлены к войне, нам нужно время для подготовки к войне. А если мы заключим, то таким образом Гитлер идет на уступке, он нам возвращает западную Украину, западную Белоруссию, которая входит в состав Польши после гражданской войны от России, отторгнута Польши была. Дальше нам дают представлять свою страну в качестве сферы интересов в Прибалтийских республиках, Финляндия объявлялась сферой интересов Советского Союза, Бессарабия объявлялась. И таким образом мы отсрочим войну и лучше подготовимся, потому что Англия и Франция это коварные союзники. Они не хотят воевать, они хотят нас тянуть в войну один на один с Гитлером. И было принято такое решение. Гитлер прислал министра иностранных дел Риббентропа, проходили переговоры, проходили переговоры очень быстро, причем Гитлер торопил Сталина, срочно примите, не позже, 23 августа, срочно пожалуйста, примите моего министра иностранных дел. Приняли, Сталин принял эти условия, это расширяло территорию Советского Союза, возвращало то, что было отторгнуто в коды гражданской войны, но Гитлер понимал теперь, что он нападет на Польшу, он ее быстро разобьет, если Англия и Франция объявят войну, то таким образом войны над фронт не будет. Он быстро разгромив Польшу, повернет свои войска на западное направление. И поляки разгромили Польшу в течение месяца, ну, может, чуть побольше. Поляки дрались очень мужественно, ребята. Они, поляки, любят прославлять свою смелость. У них такая пословица, что поляк уже в утробе матерью герой. И вот эти герои, конница польская с саблями наголо, когда бросились на немецкие танки, то немцы посмеиваясь просто расстреляли их и все. И так Польша была разгромлена. Но была разграничительная линия. Мы приняли такое решение, Сталин принял, если Польша будет терпеть поражение, мы войдем в Польшу, если немцы будут приближаться, то возьмем под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии и воссоединим их с украинской и белорусской советскими республиками. Мы действительно, после того, как стало ясно, что польская армия разгромлена, мы действительно вошли. В чем нас упрекают? Нас упрекают в том, что был позже подписан во-первых, кроме мира был секретный протокол, который между Советским Союзом и Германией разграничительной линией влияния, то есть поделили территорию Восточной Европы, что был подписан договор о дружбе и границах, договор о дружбе и границах был подписан, в результате которого проведены совместный парад победителей Польши и Советской и Германской армии. Парад был и в Бресте, был парад, и еще один парад был, ой, я не помню город, к сожалению, где был парад, но Советско-германских войск был парад. Вот нам ставят это в вину, что мы якобы мы якобы виновны так же, как и Гитлер в развязывании Второй мировой войны, что если бы мы не заключили с Гитлером договор, то Гитлер бы не посмел напасть на Польшу, но кто знает, посмел бы он напасть на Польшу или не посмел бы он напасть на Польшу. Трудно сказать, потому что нас стремились втянуть в войну с Германией, возможно, Гитлер бы на Польшу напал, но тут бы он столкнулся с нами. А Сталину не было, как говорят, резона вступать в войну, когда мы еще были не полностью готовы. Поэтому, как бы Сталина сейчас не обвиняли, в том, виновен он развязни мировой войны или не виновен, Сталин, как руководитель партии коммунистов и советского государства, должен был прежде всего защищать интересы той страны, которую он возглавлял. И благодаря этому советско-германскому пакту отсрочка произошла на два года. За эти два года военная промышленность развивалась ускоренными темпами. И если бы война началась не в 41-м, а в 39-м годах, мы вступили в войну, дело бы для нас закончилось вообще плохо, потому что германская армия была отмобилизована полностью, к чему не были готовы мы. Надо еще по европейской истории сказать следующее, по германской истории. Когда Гитлер пришел к власти, то у него в партии возникло недовольство, заговор. Я на одном из консультаций уже говорил об этом, только кратко напомню. Ведь Гитлер, когда шел к власти, как я уже сказал, он обещал всем все. А когда пришел к власти, он понял, что с крупной буржуазией ссориться нельзя. Он ограничил крупную буржуазию в чем-то, особенно предприятия, принадлежащие предпринимателям еврейской национальности. Но в целом он понял другое, что с крупом, с Тиссаном и другими магнатами капитала ссориться опасно. Они финансируют его. Поэтому Гитлер пошел на союз с крупными предпринимателями. И когда в штурмовых отрядах, которые состоялись из мелкой буржуазии, из любителей пива, возник заговор, это штурмовые отряды, вооруженные отряды фашистской партии, которые боролись с демонстрациями коммунистов, социал-демократов и так далее. И когда Гитлер увидел, что штурмовики недовольны, их руководители Ремеш-Трасер говорят, фюрер перестал быть нашим фюрером, он перестал нас принимать, то Гитлер понял, что ему надо стать или на точку зрения крупной буржуазии, или на точку зрения мелкой буржуазии, ограничить крупную. Он встал на точку зрения крупной буржуазии и 30 июня 1933 года с помощью вновь сформированных эсэсовских отрядов эсэсс стали гвардией фюрера чернорубашечники разгромил коричнев рубашечников, разгромил штурмовые отряды. Ремеш-Трасер были убиты, штурмовые отряды были расформированы и потом они вошли в состав вермахта германской армии. По верстанскому договору Ресвер назывался, Гитлер стал называть вермахт. Кроме того, Гитлер поручил Герингу устроить пожар в Рейхстаге, что и было сделано. Обвинили коммунистов в этом пожаре, коммунистическую партию запретили, коммунистов отправили в концлагеря, социал-демократическую партию запретили, тоже отправили в концлагеря. Не осталось никакой, кроме одной национал-социалистской рабочей партии. И Гитлер, защищая интересы крупной буржуазии, вот в этом специфике его, он демагогически на словах защищал интересы мелкой буржуазии и трудящихся. И даже символы сделал социалистические красные знамя государственные. Первый мая день германского рабочего класса, день германской семьи, борьба за укрепление семьи, борьба с разного рода сексуальными извращениями. Гитлер не терпел, прямо под расстрел подводил всех с нетрадиционной ориентацией. Дальше искоренить всех евреев, искоренить всех цыган, искоренить всех душевнобольных, уморешенных. он стал проводить это. То, что до прихода Гитлера к власти считалось, что это бред сумасшедшего какой-то, что Гитлер просто мерит не знамо что, безответственно, когда он к власти придет, он поймет, что этого делать нельзя. Нет, Гитлер остался непреклонен. И все, что он говорил, все бесчеловечные меры, которые он планирует, он стал их осуществлять. Вот почему германский нацизм, национал-социализм стал самым большим врагом человечества. И это прекрасно понял Черчилль, ставший премьер-министром. И когда Германия напала на Советский Союз, то Черчилль сказал, мы будем помогать Советскому Союзу, потому что это и наша судьба. Гитлер очень боялся, что нападет Германия на Англию и сумеет форсировать вот этот пролив Ла-Манши высадиться. А стоят... В Англии сухопутной армии большой нет. У них флот мощный. И вот этот 32-километровый пролив стоил хотя бы одному корпусу Гитлера. Десантироваться на территорию Англии, как англичанам, пришлось бы очень-очень плохо. И начала складываться антигитлеровская коалиция. Что касается непосредственной подготовки к войне. Я думаю, что, ребята, у нас заканчивается уже время. Заканчивается тут, наверное, минутки две-три осталось. Вот это большая тема. Ее надо продолжить будет в следующий раз. Это вопросы связанные с тем, что после Польши Гитлер захватил другие страны. Значит, Голландию, Данию, Норвегию. Так же, как в Первой мировой войне нарушили нейтралитет Бельгии, напали на Францию и за месяц разгромил Францию. После этого на повестку дня стала подготовка к нападению на СССР. А как это происходило? Об этом мы, ребята, с вами поговорим на следующей консультации. Но я вас очень прошу, подготовьте, пожалуйста, обязательно лист бумаги, потому что я вам буду говорить кое-какие факты, чтобы вы могли их запомнить и могли записать. Ну, например, направление ,